Вот это вот то, что всё в тумане, вот там, вот от самого биохимзавода и до самой лесопосадки. У них на той неделе рядом тут с биохимзаводом даже лесок какой-то горел. Вглядываться пристально в то, что происходит у неё под окном, Татьяна Михайловна начала ещё в апреле месяце. Ещё тогда заметила, на шломоотвалах в районе биохима что-то нечисто. То задымит, то возгорится. И так в течение трёх месяцев и никаких пожарных расчётов. Поэтому причина нынешней завесы над городом для неё вполне ясна. Дым от шломоотвала и, как говорит пенсионерка, регулярные выбросы завода. Позавчера в течение с полдесятого до десяти, в течение получаса было три выброса. Ну страшная вонь. Затащит в квартиру. Пять минут пройдёт, выглянул на улицу. Но улица не пахнет. Полная квартира этой воней. С вентилятором бегаю, бегаю, всё, выветрю. Опять выброс. Отныне Татьяна Михайловна не может ни спать, спокойно ни даже дышать. Писала во все инстанции, но отовсюду ответ. Ситуация в норме, никакой опасности. И вот уже самому президенту текст письма начала обдумывать. Но как позже выяснилось, беспокоилась Татьяна Михайловна абсолютно напрасно. Воздух над городом в полном порядке, а концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых значений. По крайней мере об этом заявили сегодня в департаменте здравоохранения. Но тут же предупредили. На улицу лучше не выходить, а защитные маски лучше смочить слабым раствором соды. И так, на всякий случай, от департамента еще несколько рекомендаций. Неплохо бы и душ два раза в день принимать, и от газированных напитков нужно полностью отказаться. Для помещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализованные напитки и кислородно-белковые коктейли. О происхождении смога областным властям все уже известно. Говорят, во всем виноваты лесные пожары в области и в соседних регионах. И, как утверждают специалисты, ситуация под контролем. Пробы воздуха берут ежечасно. Ну, что самое главное, вот видите, вчера задумленность была довольно высокая. Ну, хорошо, что у нас органы чувств нам помогают ориентироваться, да, во внешней сети. Это очень замечательно. И поэтому ведь мы и проводим чаще исследования. Контролируют, как говорят, ситуацию и на самом биохимии. Уже сейчас кировские коммунальные системы поставляют туда воду для тушения. Обещают ситуации там справиться по возможности быстро. Однако, когда это случится и что там будет после, до сих пор неизвестно. Запасы ливнина там 50 миллионов тонн, чтобы вы понимали. Один состав у нас вывозит на сколько? Ой, около тысячи тонн. Можете представить, куда его перевозить 50 миллионов тонн, сколько понадобится состава. Ну, а пока кировчанам приходится жить в дымовой завесе. Как долго, сейчас не ясно. Вся надежда на северо-западный ветер. По прогнозам метеорологов, ждать его стоит через двое суток. Дмитрий Ждарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей давеча.